Добрый день, уважаемые менеджероводы. Сегодня опять сходил в сад и убедился, что хороших фиг мне в этом саду не выведет. По крайней мере, пока я не начну борьбу с воробьями. Воробья, я сегодня заметил, по одиночке по саду шныривают. Время уже почти три дня. Время, обычно они утром налетают стайками, с самого-самого рассвета. А сегодня смотрю, уже по одиночке весь день тут пасутся. То есть, корма им много, и что они себе позволяют, сейчас я вам покажу. Но сначала о сорте орандина. Это я снял последние фиги, больше не будет. Вот так вот фигушки выглядят. Запоминайте, это с южной стороны. И вот с северной стороны они могут быть светло-такие, вот зелененькие. Вот здесь видно хорошо, ближе к основанию. Но вот с южной стороны, вот рассветка сорта орандина. Часто путают, некоторые вообще какие-то белые фиги показывают, которые на солнце выросли. И называют сортом орандина. Но это, конечно, заблуждение. То есть, обыкновенный пересорт принимают за сорт орандина. Ну, а вот эти фигушки, сейчас я вам покажу, почему я их сказал, что я, наверное, не увижу качественного инжира. Это черный поздний. Вот смотрите, во-первых, какие они крупные. Вот у меня ладонь, слава богу, 20 сантиметров в длину и ширину 10. Вот такие шикарные фигушки. Вот их форма. Вот эта фигушка, сами видите, как шикарно созрела. Но мне этих фигушек достается меньше половины. Это вот уже от прошедших наших дождей. Кожица не выдержала, хлопнулась. Но это я тоже уже решил не оставлять. Полежит дома 2-3 дня. Как говорится, станет помягче, тоже пойдет пищу. Воробьи, воробьи, сойки стали прилетать. Дрозды черные все лето кормились. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Что у меня сегодня на десерт. Вот такая лепота и красота. То есть я несколько штучек уже съел мелких инжиров. Там был крымский черный. На дно молоденьком кустике, на взрослом кусте, на взрослом растении уже инжира не осталось. Весь уже отошел, то есть уже созревший. Так, ну что ж, с инжиром я закончил. И вы понимаете, что воробьям, птицам объявлена серьезная война. Я заказал орнитурологические сетки и буду отлавлять просто их сетками. Птицы, как говорят опытные птицеловы. Сам мне уже птицы не ловил лет 55-60. Современные птицеловы говорят так. Так, если птица попала в сеть, то она старается на этот участок, в это место больше не прилетать. Но есть исключения. Синицы. У тех, видимо, совсем мозг маленький. То есть они могут, их сетки отпускают, они через 5 минут в эту же сетку прилетают и снова ловятся. Ничего, будем набираться опыта, будем учиться. И я думаю, все-таки воробьев я от своего сада отгоню. Чего бы это мне не стоило. На этом я закончу. На этом положительном, как говорится, для себя моменте. Ну и занятия будут в межсезонье. То есть воробьи, ребята, такие. Вот сейчас листа пойдет и прилетят грядки выращить. Ну, те, на которых мы овощи выращиваем. Под листву искать червячков, жучков, еще чего-то. И появятся черные, серые дрозды. Тоже будем потихоньку наказывать, потому что, ну, нечего им тут делать. Потому что нельзя так прилетать и оставлять хозяина без урожая. Самое-то интересное, что эти они выбирают самое ценное. То есть самое вкусное и ценное. Они просто-напросто наклевывают. Сейчас я вам покажу в следующем ролике про хуруму.